Дискуссии звучит так, информационное пространство для детей. И я хочу представить уважаемых гостей сегодняшней дискуссии. Встречайте, начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергея Новикова! А также секретарь общественной палаты Российской Федерации Валерия Павелия! И заместитель генерального директора ВДПРК Юфор Сабидов! Кто нагренирует нашу сегодняшнюю дискуссию, будет директор ВДПРК Юфор Сабидов! А что вы так уже приветствуете? Вы же еще ничего не сказали! Уважаемые гости, уважаемые участники, у меня есть предложение, наверное, чтобы мы сначала с вами сдали какой-то ректор, потом ребята могли задать вопросы, но если у вас есть тоже какие-то вопросы к ребятам, то вы их тоже можете задать. Я думаю, что будет очень большое количество наших участников, которые смогут и захотят на них ответить. Ну, наверное, начну я, поскольку очень много, мы заранее, честно вам скажу, спрашивали у участников, что их волнует, что их интересует, какие сейчас есть проблемы в информационном медийном пространстве. И поэтому я попрошу, наверное, первого начать нашу дискуссию рефакции Сабидова, потому что, безусловно, информационное освещение мероприятий, информационное освещение событий, которые происходят в субъектах, ну и, конечно же, взаимодействие с региональными ВДПРК, оно уже существует, и оно, безусловно, интересно нашим коллегам. Добрый день. Здесь канал «Карусель», кстати, радиостанция «Радиороссия», «Маяк», «Есть ТФЛ». 14 цифровых каналов тематических, и теперь уже 81 филиал и 14 серверей. 81, потому что в понедельник, в этот 17 июля состоялось историческое событие, но ВДПРК открыл свой филиал в городе Севастополь. Ну, мы активно работаем со всеми образовательными структурами в регионах. Российское движение «Школьников» существует уже год, мы активно поддерживаем это движение, на региональном уровне информационно рассказываем о всех ваших инициативах. И, кроме всего прочего, мы как бы работаем всегда на опережение. В истории ВДПРК работа с детьми-подростками имеет очень важное значение. Вот у нас есть такие телестудии для детей и подростков на многих наших региональных филиалах. Вот в этом году, в 55 лет, отметил телестудию «Тамарич», например, в городе Самаре. Значит, «Тенец» или студия в городе Тюмени в прошлом году отметилась в год 50-летия. Мы продолжаем это движение, создаем «Школы юных журналистов». Телестудии для юных журналистов, радиостудии. Ну, все, кто в регионах работает с нашими структурами, мы будем знать. Детям это интересно. Это, во-первых, увлечение ребят в активную социальную жизнь, ну, без пафоса, выработка правильной гражданской позиции. И, на самом деле, это разная правопооритация, что очень важно. Когда человек, скажем так, чем раньше он понимает, что ему интересна в жизни, тем, наверное, интереснее и насыщеннее становится он в его жизни. И тем он может правильнее реагировать все свои способности в его жизни. Ну, и сегодня много людей, которые прошли через эти «Школы юных журналистов», работают уже активно не только в регионах, но и на наших всех лидеральных каналах. Я предлагаю, наверное, как бы выстроить нашу сегодняшнюю встречу в форме диалога, потому что рассказывать можно очень долго. Лучше, если вы задавали вопросы, они будут отвечать. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте мы, наверное, можете, да, как каждый из гостей наших сегодняшних, немножко скажем такое вступительное слово, и потом мы передадим возможность ребятам, либо только вам нужно будет представляться, да, говорить, кому вы хотите задать вопрос, и после этого вопрос, собственно говоря, задать. Спасибо огромное, Рифат. Валерий Александрович, у меня, ну, к вам такой вопрос. Мы вот сегодня с вами пока общались, да, вы рассказывали о ваших впечатлениях о Калининграде, да, когда вы были здесь много лет назад, о ваших впечатлениях сейчас. Скажите, пожалуйста, вот, как вы видите, какая роль педагога, да, ну, поскольку здесь перед вами, в основном, педагога и активиста, чтобы, что мы должны сделать, чтобы наше молодое подрастающее поколение хотело сохранять вокруг себя, да, какую-то красоту, хотело сохранять вокруг себя комфортное пространство, и не только сохранять, но еще и уметь создавать. Вот, что должны для этого сделать, или что могут для этого сделать наши современные педагоги? Что вы раньше-то мне этот вопрос не сказали? Тяжелый вопрос. Я думаю, что, ну, здесь в основном так молодые совсем коллеги, и если не знали, что было в 90-е годы, или сравнивать с тем, что было в 90-е годы, тут гигантский сдвиг произошел, просто невероятно. И общество наше было разобщенным, и, как некоторые социологи используют для этого слова, атомизировано. Оно просто распалось. И сейчас, может быть, у нас не очень хорошо с экономикой, нет такой настоящей сильной динамики, но зато у нас очень сильная динамика в части гражданских институтов, гражданского общества, молодежи, волонтерства. И это удивительно то, что не везде, не во всех регионах, но в некоторых регионах удивительно, что происходит. И дети зачастую оказываются, дети, молодые люди, оказываются более продвинутыми, чем взрослые, чем старшие поколения. Вот то самое поколение, которое было атомизировано в 90-е годы. И здесь детей, мне кажется, надо брать пример. Ну, поскольку это вы работаете с детьми, я-то как раз считаю, что вот вы-то и лучше в этом разбираетесь. Что касается, я сразу скажу, я недавно избран секретарем общественной палаты, и общественная палата ставит своей задачей усиление регионального движения, усиление региональных общественных палат. Причем не только так, чтобы вот те, кто состоит в этих региональных палатах, 20-30 человек бывает побольше, а вокруг этих общественных палат создавать большое пространство, большое пространство такой гражданской активности. Вот вчера мы открыли клуб в Рязани. Вот это первая такая наша попытка, куда приходят и члены палаты, и активисты, и неформальные активисты, и журналисты, которые обеспечивают коммуникацию, чиновники, без которых большинство проблем невозможно решить, и бизнес, у которого есть деньги, и который готов какие-то деньги вкладывать в эти гражданские проекты. Вот эта коммуникация – это самое главное. Потому что то, с чего я начал, активность очень велика. Что касается воспитания детей, но не специалисты. Мне повезло, у нас вот сейчас дочь учится на втором курсе, ну старшая уже давно бросила учиться, она была круглой отличницей, и я даже не задавался вопросами, что там у нее с домашним заданием. Мне повезло. Валерий Александрович, а скажите, могут ли вот эти клубы, да, общественная палата поддерживать какие-то детские инициативы? Потому что их, безусловно, огромное количество сейчас в школе, и наши современные дети, они очень хотят быть полезными. И вот может ли общественная палата вот региональным делением помогать, и в том числе и в этом сопровождении? Несомненно, и если у кого-то будут такие соображения, просто давайте прямо после этого нашего мероприятия подходите ко мне и сделайте какие-то, прямо уже сейчас, планы какие-то пробные проекты в каких-то регионах. Прямо с удовольствием. Я об этом, честно говоря, не думал, потому что мы сейчас в университеты пытаемся вовречь. Ведь волонтерство очень мощное среди студенчества, волонтерское движение. А если школьное, давайте прямо сейчас этим и займемся. Я боюсь, вы от себя не уедете, потому что здесь 400 человек. У вас огромный опыт в информационном едином пространстве, но мы очень часто говорим и обсуждаем с коллегами о том, что зачастую информационное поле или информационные источники у детей и у взрослых, они разные. Как сделать так, если у вас советы с нашим педагогом, как сделать так, чтобы мы все-таки были на одной волне, на одном языке с нашими детьми? Спасибо. Я с вашего разрешения встану, потому что я не всех вижу. И раз я не всех вижу, значит, не все видят меня. Добрый день. Большое спасибо, что вы все здесь собрались. Это очень здорово, что молодые преподаватели и молодые активисты российского движения «Школьников» имеют такую возможность собираться в таком чудесном месте, как Калининградская область на берегу Балтийского моря. Но я могу сказать, что это не единственный формат общения с молодежью. Это часть. Есть еще форум Таврида, где собираются творческая молодежь страны. И будет там смена, которую так в этом году называют творческая команда страны. Сегодня же проходит, и вообще рядом проходит, территория смыслов на Клязьме, где собирается молодежь, которая представляет крылополитических активистов. Есть Балтийский Артек, и есть, если, допустим, говорить уже не о молодежи, а о подрастающей молодежи, о старшеклассниках, которые являются одаренными детьми. Это центр «Сириус», где сегодня Владимир Владимирович будет отвечать на вопросы детей «Сириуса». То есть есть в стране целая система работы с молодежью в разных видах, в разных аудиториях и в разных форматах. Сегодня мы собираемся с вами здесь для того, чтобы поговорить, как российское движение школьников могло бы развиваться. Я думаю, что вы все знаете, что сегодня нельзя школьников куда-то загнать по команде. Российское движение школьников как сетевое сообщество создавалось для того, чтобы объединить подрастающие поколения наших детей, которые сегодня учатся в школе, какими-то едиными ценностями, едиными устремлениями, единой проектной активностью, для того, чтобы они чувствовали себя частью чего-то большого и мощного, поддержанного государством. Вообще для детей очень важно к чему-то прислониться и быть частью чего-то большого. Детям свойственно сбиваться в стаи, но для этого их нужно объединять какими-то ценностями. Ценности как инструмент для российской действительности – это достаточно новая терминология, но, тем не менее, это достаточно мощный инструмент. Показывать поведенческие образцы для молодежи – это один из ресурсов, которые у нас есть. Я могу сказать, что ценность личного успеха для сегодняшних детей, которые родились, как говорят, с пальцем на кнопке, которые не хотят очень много чего-то делать, большие усилия предпринимать, но сразу же хотят демонстрации результата и демонстрации признания – это важный такой компонент вот этой работы проектной в российском движении школьников, наверное, должен быть. Показывать, что герои есть среди нас – это тоже очень важно. Я думаю, что это то, чем займется российское движение школьников, начиная с учебного года нового. Ну и мы уже делаем для этого определенные шаги. Вы вчера посмотрели фильм «Со дня вершины»? Вот тоже, да, парадокс, когда герои этого фильма, прототипа, главного героя этого фильма, люди видят просто вот так Алексея Мошкина. Ну, понятно, что его никто не знает, это в частности и проблема нашего информационного пространства. Но после просмотра фильма, понятно, что люди совершенно по-другому к нему относятся. Также вот я вам могу сказать, что мы сюда приехали, да, и нас ведущий представил, поскольку у нас вот сегодня миссия здесь сидеть на этом подиуме с Валярием Александровичем Сарифатом и Гуалгарием, да. Но я могу сказать, что среди нас есть тоже герои. Вот это олимпийский чемпион, причем не просто олимпийский чемпион, она чемпионка, пятикратная олимпийская чемпионка. Это Наталья Сергеевна Ищенко, вице-губернатор Калининградской области, которая сейчас на первом ряду... И вот смотрите, да, если бы я вам просто сказал с нами вице-губернатор Калининградской области, вы бы похлопали из вежливости, скорее всего. Но если мы говорим олимпийская чемпионка, да еще пятикратная олимпийская чемпионка, совсем другое к этому отношение. Да, наши синхронистки уже 20 лет удерживают пьедестал почет, и вот сейчас они на чемпионате мира опять собрали весь урожай золотых медалей, и, в общем, не оставили никому шансов. Но дальше смотрите, что происходит. Вид спорта называется синхронное плавание. Федерация водных видов спорта, понимая, что российские синхронистки не оставляют никому шансов, сегодня всерьез обсуждает, и, возможно, это решение будет принято буквально в краткосрочной перспективе, о переименовании вида спорта в артистическое плавание. Они не могут выступать так синхронно, как россиянки, и поэтому, понимая всю безысходность своего положения, принимают решение, и это на полном серьезе, это воспринимается смешной, как юмор, да? На полном серьезе они хотят переименовать этот вид спорта в артистическое плавание. Тогда оценка за синхронность, которая составляет треть всей бальной суммы, она уйдет, и нашим спортсменкам будет значительно сложнее вот эту планку золотых медалей продолжать держать, потому что у них была ценность синхронности, вся школа заточена на это. Я почему говорю, что ценность – это инструмент управления. Их все время так воспитывали, и тренеры все время были на это нацелены и нацеливали своих подопечных. И теперь им вдруг говорят, нет, это не ценность, это там у вас в России ценность, а у нас здесь нет больше, мы вообще в упор не видим никакой синхронности. Главное – артистизм, яркость костюма, там, я не знаю, что, яркость блесток. Мы теперь на это будем смотреть более пристально, и за это тоже будем ставить баллы. За элементы шоу в программе. Это будет немножко уже не спорт, а больше такое художественное представление. Но почему это происходит? Потому что международные другие наши конкуренты понимают, что просто ничего не могут поделать с российскими спортсменками в этом виде спорта. С одной стороны, это признание, с другой стороны, нужно понимать, что это и угроза, нужно что-то иметь возможность противопоставить. Но во всех других видах деятельности все то же самое. Важно попасть в ценностные предложения и там начинать доминировать. Вот мы с Валерий Александровичем участвуем во многих мозговых штурмах и смотрим по социологии, что являются ценностями для россиян. Сегодня основной ценностный запрос – это справедливость, честность, уважение. То есть, когда показывают людей, которые ездят без правил на Гелендвагенах, это вызывает отторжение общества, потому что это просто неуважение ко всем остальным. Когда идет бессмертный полк – это самая социально одобряемая акция. Это, наоборот, вызывает подъем и такое единение национальное формируется. И когда смотришь по телевизору на всю Тверскую улицу, заполненную сотнями тысяч людей, с портретами своих родных и близких, отдавших жизнь в Великой Отечественной войне за то, что мы с вами могли здесь, в Калининграде, кстати говоря, сегодня собираться на этом форуме, возникает огромное чувство справедливости. У молодежи несколько другие ценности. Какие ценности у молодежи, как вам кажется? В первую очередь социологи говорят, не я говорю, социологи говорят, свобода в том числе, на первом месте семья, на втором друзья, чтобы были друзья, дальше свобода распоряжаться своим личным временем, не хотят наши школьники в будущем работать так, чтобы в ненормированный рабочий день у них приоритет личное пространство и личная жизнь. Вот если я приду к начальнику и скажу, знаете, мне нужно сегодня уйти, потому что у меня там, не знаю, у ребенка родительское собрание, меня вдруг не отпустят. Ну, я расстроюсь, но не пойду на родительское собрание, приду к школу, потому что начальник сказал, что нужно работать. А подрастающее поколение нет. Если их начальник не отпускает, они скорее бросят работу и будут искать другую работу, которая может вообще не связана, ни с какой упаденной занятостью и необходимостью приходить куда-то в офис, они, может быть, дома работать удаленно, для них это очень важно. Ну и, конечно, возможность реализовать себя, да, то есть вот то, о чем я говорил, причем реализовать быстро. Вот в данном случае уже ценности, которыми руководствовалась Наталья, когда по 12 часов в день тренировки, для них это не подходит. Нет, 12 часов в день сидеть в бассейне и тренироваться, нет, не готово современное поколение школьников. Хочется все и сразу. Ну и, в общем, у них есть такие примеры, когда всякие Иван Гай, там, Катя Клэп и прочие люди со стопроцентной известностью в их среде достаточно быстро добиваются каких-то монетизированных результатов, набирая большую аудиторию, размещая потом в этой аудитории рекламу, получая за это шальные деньги. В ценностное предложение нужно попасть, и мы говорили о том, что для школьников очень важно реализовывать такие проекты, которые позволяют им выбрать свою профессию, будущее занятие, выбрать место работы и гарантируют это ошибки, потому что, опять же, по той же самой социологии самый большой страх, который у них есть, вот просто трагедия, это сделать не тот выбор, пойти не туда, где более перспективная какая-то есть задача и, соответственно, более высокие шансы на успех. Вот для них это самая большая трагедия, как они отвечают социологам, может быть, врут, может быть, нет. Поэтому вот по итогам форума, чего мне бы хотелось, я готов на ваши вопросы так же, как и Рефат Адул-Агабович и Валерий Александрович отвечать, но чего мне бы хотелось, чтобы мы с вами по крайней мере наметили вот эти вектора, которыми российское движение школьников должно заниматься в следующем учебном году, продемонстрировать достаточно быстрый результат, да, потому что это ценность среди молодого поколения, если мы будем долго разворачивать российское движение школьников, там что-то там создали, субсидии Минобразования идет, ее уже потратили, никакого значимого результата пока не видно вот так вот на поверхности в информационном пространстве в интернете, ну, неизвестно, пусть, может быть, там живет, но ставку на них делать не надо. Нужен быстрый результат, нужен такой вот значимый какой-то успех среди, именно среди школ. Да, при том, что все эти ограничения, о которых я сказал, никого из-под палки нельзя загонять, просто потому, что это не в нашей культуре сегодня, нужно именно увлекать какими-то идеями проекта. Вот какие-то проектные идеи, чтобы попали в ценностные предложения, если мы с вами можем такой план по итогам в целом этой смены получить, это будет отличным вообще результатом и одной из целей этого собрания. Алиса, вам слово продолжаем. предпринимать вопросам. Начнем с этого сектора. Добрый день. Меня зовут Руслан, я из Санкт-Петербурга. Мы говорим про информационное поле для детей. И хотелось бы, наверное, задать вопрос, если можно, всем сидящим у нас экспертам, сказать свое мнение. Мы, работая с детьми, должны находиться с ними на одной волне, как говорила Алиса Анатольевна. Мы должны как бы смотреть на ситуацию их глазами. Мы видим, что на телевидении большая часть или большая часть контента, который для детей создается, она либо выносится на выходной день в первую половину, когда в субботу, например, дети еще учатся, в воскресенье предпочитают сыпаться, отдыхать, либо на специализированные какие-то каналы, у которых, возможно, не тот охват, который у самых массовых федеральных. А в интернете практически такого ограничения у них нет. И там они вольны выбирать тот контент, который они смотрят, читают, а функциями родительского контроля, который мог бы ограничить от чего-то пагубного, немногие родители пользуются. В связи с этим вопрос. Есть ли какие-то подвижки в сторону, чтобы телевидение, ну, как бы не проиграло вот эту вот борьбу за детскую аудиторию, потому что этот контент, видимо, не всегда может до них доходить? Спасибо. Ну, не только, отвечаем все время, наверное. Вопрос хороший. Для меня всегда, в общем, всю жизнь являлась такой загадкой, и никто не может ответить. Почему правда? Детские программы, мультфильмы всегда так с пяти утра где-то до восемь. Но обычно нормальные дети в это время как-то спят. В общем, все думают, что дети смотрят активно в это время телевизор. Ну, это да, в качестве шутки. А на самом деле, правильно сказал коллега, но ГТРК очень много внимания уделяет этим вопросам. Не зря же создан, опять же, с первого канала совместно, канал «Карусель». Это эфирно-кабельный, вернее, спутниковый кабельный канал, который можно смотреть в интернете, кстати, то есть он доступен, в принципе. Два года назад, полтора года назад создан канал «Мульт». Это абсолютно отечественные мультфильмы. Замечательный канал, который тоже можно смотреть и как спутниковый канал, и в интернете. Но здесь ведь, на самом деле, самый главный вопрос – наполнение. Наполнение и насыщение этих каналов. Вот я же не зря сказал, что мы активно с детьми работаем в части запроса на сценарий. Потому что только человек, который понимает сегодняшние интересы детей, а это вот сами дети, может предложить некий сценарий какой-то программы или фильма. Вот спросить любого продюсера, на самом деле, самый большой дефицит, дефицит сегодня, хороших сценарий. Правда? Да? Ну, поэтому мы призываем всех, если есть такая возможность, я вот просто рад в присутствии Сергея Геннадьевича это говорил, мы готовы рассматривать любые ваши сценарные заявки. Меня об этом попросил мой начальник, мой товарищ Антон Андреевич Золотопольский, который активно занимается созданием фильмов, продюсированием программ. Реально есть такой дефицит. И вот эта площадка, наверное, один из способов вовлечь детей вот в такое творчество. Не просто поговорить и разъехаться. Правильно сказала Сергея Геннадьевича, чтобы был какой-то результат. Поэтому милости просим сотрудничества. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень коротко. Это непростая ситуация, потому что телевидение находится в зоне очень жесткой конкуренции и, конечно, в коммерческой зоне в первую очередь. И я вот с телевидением столкнулся недавно, год вот отработал в программе «Воскресное время». Я такого нигде не видел. Такой жесткой конкуренции. И там вообще у них поминутные графики, аудитории. Поминутные, понимаете? Так называемая доля, количество телезрителей, процент, смотрящий в данный момент тот или иной канал. И в промышленности, например, такого нет. В сельском хозяйстве такого нет. Конкуренция за что? Конкуренция в первую очередь за рекламный рынок. Вот эта самая доля телезрителей, она фактически пропорциональна рекламному потоку, который идет на телевизионный канал. И это объективная ситуация. Это то, что когда речь идет о том, что давайте поменяем контент, а как его поменять так, чтобы доля не упала? Это же риск. Может появиться риск проиграть конкуренцию. И каналы не хотят проигрывать конкуренцию. Можно сделать так, чтобы эти программы, эти каналы, о которых детские, скажем, чтобы они не были коммерческими, можно, так и надо делать. Но тогда, когда вы выходите из зоны конкуренции, качество снижается. Это тоже оборотная сторона этого процесса. С одной стороны, конкуренция кажется избыточной, но с другой стороны, если перестать конкурировать, то, ну, вы все молодые, и вы не видели советское телевидение. Ну, не знаю. Попробуйте включить телевидение, ну, конечно, это будет натяжка, но тем не менее, северной Кореи. Ладно, северная. Попробуйте туркменское телевидение включить. Вот это будет, вот, попробуйте, сейчас легко в интернете залезть и включите туркменское телевидение. Очень интересная, хорошая телевидение. И здесь надо очень аккуратно действовать. Здесь, ну, вот я не телезритель, я больше всего люблю телеканал Рыболов и Охотник. Не знаете так? Вы че? Не потому что я рыболов или охотник. Ну, иногда я на рыбалку езжу, редко. Потому что он такой, знаете, психиатрический. Возвращаешься домой поздно, ложишься на диван. Как простой обыватель, мы тоже простые обыватели. Начинаешь гонять по телевизионным каналам, и рыболов-охотник, он самый лучший. Он тихий, там какие-то спокойные люди забрасывают улочку. Все время все одно и то же. Никакой крови, никакой трагедии. Какая хорошая, добрая жизнь. Я вот покойник этого канала. Никакой конкуренции. Вы увидите, да, у Валерия Александровича ценность спокойствие и отсутствие стресса. Он смотрит рыболов и охотник после своей предельно напряженной стрессовой работы, чтобы расслабиться. А у молодых людей могут быть другие ценности. Да, и требуется другой контент. Но вопрос только в том, как этот контент, даже если он есть, донести. Да, потому что, ну, я не знаю, есть ли действительно такие проблемы с сетками вещания. Потому что я, например, вообще, у меня нет дома телевизора, начнем с этого. Но я смотрю телевизионные новости в интернете. То есть вот, во сколько бы я не пришел домой, я могу новости с Валерия Александровичем посмотреть хоть в час ночи. просто 1TV.ru или RussiaLife.ru и буду смотреть новости, которые меня интересуют в любое время. Поэтому таких сложностей, чтобы посмотреть там, какой-то контент, мне кажется, что нет. Другой вопрос, что смотреть? Вот у меня пятеро детей я своим показываю, допустим, там, иногда. Гостью из будущего, в среднем. или приключение электроника. Вот недавно тоже попробовал включить. Я не знаю, вы знаете такие фильмы? Да. Вы еще знаете. И я помню просто свое ощущение, да. Гостью из будущего, ну, это вообще такое фэнтези, такой блокбастер. Значит, милофон, машина времени, путешествие в разные планеты, на разные планеты. Приключение электроника, то же самое, да. Как там он вообще мог там на дерево запрыгнуть? Вот эти все киноэффекты, да, были чудесной какой-то такой сказкой, да. Окном в другой мир. Современные дети смотрят, для них это вообще не интересно. Они смотрят на это, как на какой-то исторический фильм. Да, то есть, вот, другие темпы, другое оформление, другие приоритеты от этого. Да, мы знаем, что лонгриды в интернете перестали пользоваться популярностью, потому что все перешли в посты в соцсетях. Потом посты в соцсетях стал забивать Твиттер, да. В Твиттере сколько знаков можно написать? 140. Потом Твиттер тоже пошел на спарк, да. Сейчас уже Твиттер не очень актуально. Сейчас Инстаграм. Инстаграм это что? Фотка с подписью, да. То есть, мы все больше и больше идем по пути уменьшения количества знаков. И нам все больше и больше нужна визуальная, очень динамичная информация. Сколько хронометраж роликов в Инстаграме? До минуты. До минуты, да. То есть, вот больше минуты аудитория не готова смотреть. Инстаграм же не просто установил такой фильтр. Они поняли, что у них люди просто и не смотрят больше минуты ролики. Можете туда запостить хоть 10-минутное какое-то кино ваше. Его не будут смотреть больше минуты. Поэтому администрация говорит, ну а что зачем трафик и серверное пространство зря тратить? Все, ставим ограничение минут. Это будет наиболее аудитории хорошо восприниматься. И действительно, от этого для того, чтобы в минуту впихнуть то, что вы до этого планировали показать за 10 минут, да, нужно все в 10 раз как минимум спрессовать. Поэтому там жесткий такой монтаж, очень динамичное изложение. И дальше аудитория к этому привыкает и уже эти требования распространяет на все остальное. Вы знаете, вот были всякие эти акции протеста. И пришло большое количество людей потом в администрацию приземлить. Давайте создадим молодежный телеканал. И дальше приносит бюджеты, концепция, красиво нарисованная. Сейчас мы будем выигрывать частоты по всей стране. Ответ-то такой. Можем, конечно, потратить большие бюджеты на какой-то чудесный молодежный телеканал. Ну, во-первых, их уже создавали молодежные телеканалы. Какие-то молодежные телеканалы есть? Есть молодежный телеканал? Вы знаете такие? Есть. Проблема только в том, что мы создадим молодежный телеканал, а молодежь его не включат, потому что у нее нет телевизора. Вот в этом сложность. Поэтому нужно с контентом, который мы с вами сгенерируем, идти туда, где есть аудитория. Где бы она ни была. Вот в данном случае мы пришли со своим контентом на Baltartec. А если у вас, как у российского движения школьников, в паблике в интернете, значит, в паблике в интернете, на каком-то мероприятии, значит, на мероприятии, ничего страшного в этом нет. Но это будет самое эффективное. А предполагать, что сейчас на Красноярскую ГТРК мы, благодаря ресурсу Рифата Булагабча, попросим поставить в эфир какой-то ролик про МДШ, и это произведет революцию в умах, ну, в общем, это такая будет иллюзия. Спасибо, дорогие гости. Группи центральный сектор. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день. Константин Зеленский, город Магадан, учитель истории. Вы знаете, вопрос буквально пришел мне смс от моего ученика. Смысл такой. Я всегда детей учу тому, что необходимо информацию перепроверять и анализировать. Ну, такой стандартный навык для сегодняшнего общества. И они меня спрашивают. Спросите, пожалуйста, эксперта, а какие другие телеканалы или газеты, новостные ленты читать, но не те, которые вы представляете. Какие вы порекомендуете, чтобы можно было сравнить и анализировать ваши, те новости, которые обычно нам преподносятся. Спасибо. Это провокационный вопрос. Нет, 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 не провокация. Я не слышу, что мне провокация кого-то здесь, может, упрекнуть. Это просто вопрос от ученика. Мне, правда, интересно, и дети это спрашивают. Это вот такой. Детский вопрос на взрослом форуме. Спасибо. Если это не сложно, ответите, пожалуйста. Ну, сегодня нет ограничений. Любой нормальный человек может посмотреть через соцсети, любой канал, даже послушать любую радиостанцию. Поэтому, чтобы быть в курсе всего информационного поля, ну, вот лично я там утром посещаю разные сайты и такие сети, и смотрю новости из разных источников. Чтобы иметь полную картинку. Конкретно называть, наверное, бессмысленно. Просто, понимаешь, есть некие, скажем так, ресурсы, которые находятся в топах, наверное, порядка двадцати. Вот их обычно лично я просмотрю. В моем уме такое. Скорее всего. Проблема в том, что реальных источников информации очень немного. Вот, особенно в интернете. Участие в последнее время, в общественном последнем месяце слежу, как информация распространяется по поводу общественной палаты. Какие инициативы, мысли, пресс-конференции проведены. Девяносто пять, девяносто семь процентов это повторно. И уже даже не понимаешь, где в реальный источник информации какой-то идет поток. Еще есть проблема, что когда идут повторы, переписывания, возникают ошибки. Вот, я наблюдал, как на днях заседание было в пленарной Государственной Думе, и я выступил с сообщением, что очень много денег подоходного налога не добирается с богатых. Они не платят 13 процентов. Они реально богатые, не какой-то средний класс, реально богатые люди. Они платят процентов 3-4. Это непростой такой анализ, экономически непростые расчеты. Пошла волна публикаций, и в какой-то момент мой тезис превратился в тезис, что Фадеев выступает за повышение подоходного налога. Хотя я не выступал за повышение подоходного налога. Потому что в головах у людей стереотип. Кто-то, какие-то люди, значит, общественники хотят с богатых снять как можно больше денег. Хотя я сказал о том, что богатые несправедливо не платят денег. Это о чем сейчас Сергей Геннадьевич сказал. Запрос на справедливость очень большой. И здесь скорее я в сторону моральную говорю. Потому что что же граждане России, эти богатые люди, почему бы им хотя бы 13 процентов не заплатить? И мне кажется, что мы должны будем на них давить вот с этой стороны, со стороны морали, а не со стороны правоохранительных органов. Ну вот как происходит сдвиг. Что касается меня, то я, поскольку информация новостная почти везде одинаковая, то это зависит от того, как она оформлена, на какую страницу приятнее захотите. Еще один из моих любимых авторов, это такой вредный блогер, Варламов он называется, он очень вредный. Но у него есть, потому что тема городской среды, она очень важна. И в Народном фронте мы этим занимаемся, и в палате. У него есть очень хорошие картинки, о чем Сергей Геннадьевич сказал. Визуальное представление. Вот приезжает он в город Омск. Есть из Омска здесь? У вас, скажите по-честному, у вас действительно отвратительные дороги? Мне не разделились. Вот блогер Варламов, я приеду, я приеду. Влогер, я не был в Омске очень давно. Влогер Варламов убедил меня, что там отвратительные дороги. Вот убедил, с одной стороны. А с другой стороны, у него очень много картинок, хорошо организованных и построенных жилых кварталов других стран. И тоже прямо завидуешь. Малоэтажное строительство, четырех-пятиэтажные дома, дворики. Как-то все это очень хорошо сделано, и хочется делать так же. И вот сейчас в Москве гигантская программа реновации. И мы будем участвовать в этой работе, подталкивать московские власти к тому, чтобы сделать хорошо. Ну понятно, что тем лучше, тем дороже. Тут нужен компромисс. Но чтобы не осталось, хрущевки сносят, а на этом месте, чтобы лучше были кварталы. Чтобы гордились не только те, кто там живет, а чтобы и те, кто просто в Москве живет, гордились бы этими кварталами. Вот чего надо добиваться. Вот меня блогер Варламов в этом отношении интересует. Что касается, вот Сергей Геннадьевич сказал, что абсолютно ясно, я согласен, что большинство не читает так называемые лонг-риды, но журнал «Русский репортер» существует. Кто-нибудь читает журнал «Русский репортер»? Да. Вот, спасибо. Я не буду спрашивать, читает ли кто-нибудь журнал «Эксперт», потому что, боюсь, рук будет немного. Но все-таки есть, спасибо. Но «Эксперт» — сложный журнал, «Русский репортер» как раз для гражданского общества, для вот вас. И там же огромные тексты. Тем не менее, они прочитываются, и мы пытаемся держать эту базу, потому что, если мы в конце концов будем читать только тексты до 140 знаков и обмениваться только фотографиями, то мы исчезнем как цивилизация. А мы, конечно, не исчезнем как цивилизация, потому что разные времена бывали. И, в конце концов, всегда культура возвращалась. И то, что мы сейчас видим в интернете, это скорее вот… ну, это скорее такое крайнее отступление. Дальше, вы знаете, что, между прочим, уже во многих странах баланс найден, если говорить о средствах массовой информации, между печатными версиями, интернет-версиями, и тиражи газет и журналов уже не падают. Ну, кто-то закрылся уже совсем, а тот, кто не закрылся, выдержал, тиражи не падают. Значит, баланс ищется. И, ну вот, тоже вот русский репортер продолжает выходить. И хорошо. Так вот, я пытаюсь выйти на мысль, что главное – это то содержание, которое есть в СМИ, то, что вам интересно, то, что резонирует с вашими интересами. Как на примере Варламова. Варламова можно не любить или наоборот любить, но у него есть это содержание. И значит, он полезен. Значит, не можно взаимодействовать. Значит, его можно там… не знаю. А мэра города Омск сняли же, я правильно понимаю, да? Подал доставку называется. Так, подал… так все-таки плохие дороги, значит. И еще очень важно. Вот, я тут знаю, что мне сказали, я, к сожалению, не очень хорошо знаком с работой движения, что многие дети интересуются профессией журналиста. Я, как журналист, скажу. Последнее время распространяется информация, ну, тезисы такие, мнение такое, что профессия журналиста погибает. И что скоро роботы будут, значит, какие-то сообщения выдавать в интернет, газеты. Это не правда. Профессия журналиста – довольно сложная профессия. Это ремесло, но это очень сложное ремесло, которое требует лет, многих лет для того, чтобы его освоить. И никакие роботы эту профессию не заменят. Я вам скажу одно доказательство. Профессия журналиста почти всегда сравнивается с профессией разведчика. В сущности, то есть прекрасная книга, найдите ее в интернете, называется «Информационная работа стратегической разведки». Найдите ее в интернете. Это прекрасные принципы информационной работы для журналистов. Так вот, очевидно, что профессия разведчика не исчезнет. Ей тысячи лет, и еще, покуда будет жить человечество, эта профессия будет оставаться. Так же и профессия журналиста. Спасибо. Я очень коротко, я поскольку не представляю СМИ, мне очень легко сказать, какие я использую источники информации. Естественно, и первый, и второй, и первый канал, и «Россию-1». Я смотрю, вы знаете, я дружу с редакцией программы «Что, где, когда?» Они мне говорят, все, что аудитория больше миллиона человек – это все политика. Поэтому в администрации президента все, что смотрит более миллиона человек – все заслуживает внимания. Потому что это резонирует в обществе. В том числе и блогер Илья Варламов, у которого аудитория 5 миллионов подписчиков. Да, он, соответственно, является тоже важным носителем, важным, вернее, каналом для передачи информации. Ну и отвечаю вот прям предельно точно на вопрос ученика из Магадана, где можно проверять информацию. Я могу сказать, что по своему опыту наши три ведущих информационных агентства «Идар ТАСС», «Россия сегодня» и «Интерфакс», они стараются своей ценностью делать проверку информации. Понятно, что это огромные сети журналистов по всей стране и по всему миру. У ТАСС вообще огромная корреспондентская сеть, распространенная на всем нашем земном шаре, корреспондентских пунктах. Они стараются, чтобы достоверность информации была их обязательной ценностью. Поэтому, если вы прочитали на ТАСС, на «Россия сегодня» бывшие революции «Интерфакс» сообщения, ну, в общем, шансов, что это достоверно, больше, чем на сайтах других электронных СМИ. Я бы так сказал. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И обучать, я говорю, не таким кустарным способом, а в полном объеме. Как вы видите решение этой проблемы? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У нас есть в школе юного южеронаристов, в том числе статейкарь, в Коме – город, в Республике Коми. Поэтому милостепросим. Если вам интересно – приходите. И ребята у нас активно участвуют в процессе не только теоретически, а уже и творчески, то есть мастерами, которые давно работают в профессии, создают программу. То есть такое обучение с колес. И из этого, в общем, получается, я еще раз повторюсь, часто очень хороший генитар, а то вы не приходите в профессию. У вас в Коми есть прекрасный журналист телевизионный, Геннадий Левицкий. Знаете вы его? Вот это, я очень хорошо с ним знаком, это абсолютно уровень такой мировой. Вы вот Левицкому говорите, если не будет соглашаться, мне скажите. Теперь мне готовить с ним знаком. Мы его заставили. Спасибо большое. Давайте остановимся. Добрый день. Алан Анатользанцева, ГТРК Аланин. Мой вопрос репатал был в Агаху, ничего как, в общем-то, моему работодателю. Сейчас речь шла о том, что нужна подготовка. Я поняла, девушка задавала вопрос, что в школах создаются телевизионные студии при школах. Вот я как сотрудник ГТРК, я работаю корреспондентом, ведущим, шеф-редактором. В общем, спектр моих обязанностей очень широкий. И сейчас, в последние два года, еще и сотрудничаю с детским проектом, который тоже выходит на нашем канале. И работая с детьми, понимаю, что мне есть чем делиться. И, допустим, при ГТРК есть возможность обучать детей. Сейчас я вернусь с Балтийского Артека, и меня уже ждут в Дворце Творчества, чтобы провести массив класс по журналистике, по мультипликации и так далее. Как включиться в процессы именно федерального масштаба, то есть те школы, о которых вы говорите, возможно, какие-то стажировки, какие-то привлечения специалистов в регион, чтобы развивать это движение и включаться от ГТРК к ВГТРК? Вот в этот динамик. Простите, сколько лет вы работаете уже? Ну, с 18 лет работаю уже 11 лет. Вот. Ну, вы должны знать, что у нас в системе ГТРК есть система мастер-классов и тренингов. Сейчас просто летний период, а так мы каждый месяц проводим для стран, что вы не знаете. Вот Николай Богочев здесь сидит. Мастер-классы, тренинги в ГТРК здесь, в Москве, по всем направлениям профессий. Вот. Что касается ГТРК ранее, ну, там и по моей просьбе, и, знаете, Чуга, если я приезжал, и Миша Таки много раз проводили специальные семинары, обучающие тренинги и так далее. И практику мы продолжаем и не прекращаем. Ответим на вопрос? А, про детей это другая история. Ну, вот мы с Тимуром Кусовым, вашим руководителем, на эту тему тоже беседуем много. Спасибо, что все-таки вещами в ГТРК ранее действительно много детских и юношеских программ, и мы это направление активно поддерживаем. Но пока, скажем так, не хватило творческого ресурса для того, чтобы, по подобию многих других фериалов, создать некий такой обучающий класс для детей. Ну, я вас услышу одними. Спасибо. Здравствуйте, Валерий Педагог, организатор города Курск. К 2035 году форсайт образования прогнозирует колоссальные изменения в сфере образования. Скажите, в информационном пространстве планируются ли какие-то кардинальные перемены? Сергей Леонидович, вопрос нам к вам, да? 2035 год. Да, спасибо. 2035 год у нас через... Сколько получается? Через 18 лет. Вот смотрите. Информационный мир развивается супердинамично. Ученые посчитали, что человек 18 века за всю жизнь потреблял такое количество информации, которое сегодня содержится в одном 250-страничном выпуске газеты New York Times. Да, вот один номер газеты и целая жизнь человека. Вот масштаб потребления информации за прошедшие несколько столетий. Что будет через 18 лет? Вот я могу сказать так. Радио, когда было изобретено, оно набрало свою аудиторию в 50 миллионов человек за 38 лет. Телевидение, когда было изобретено, оно набрало свою аудиторию в 50 миллионов человек уже только за 13 лет. Когда появился Facebook, 50 миллионов подписчиков образовалось за 2 года. Angry Birds за 4 недели. Что будет через 18 лет? Я вас уверяю, может произойти в информационном мире все что угодно. Мы сегодня не знаем, чем мы будем пользоваться через год. Сегодня появляются новые приложения, которые предлагают самые разные сервисы, сервисы, в том числе автоудаление. Вот есть такие сейчас сети, в которых в софт зашита такая опция, что вы там что-то размещаете, 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 и это автоматически удаляется через 3 недели, чтобы не занимать у вас места в вашем аккаунте. Это тоже стало вдруг ценностью, потому что огромный поток видео и фото информации стал генерироваться людьми во всем мире. Серверные пространства стали уже просто пухнуть до невозможности все хранить. И вот появился новый такой сервис для пользователей. Он уже набрал 400 миллионов подписчиков. Поэтому, что будет через 18 лет, вам только фантасты скажут. Ответственные люди не могут ничего сказать в этом информационном, дико быстро развивающемся мире. Но вот понятно, что мы с вами раньше говорили про теорию шести рукопожатий. Сейчас эта теория переросла в теорию одного клика фактически. Вы с президентом страны на расстоянии одного клика, потому что есть там аккаунт «Кремлен.ру» или с Дональдом Трампом, не знаю с кем еще. Поэтому это очень-очень динамично развивающаяся индустрия. И, может быть, не знаю, нам всем будут вживать чип, вживлять чип памяти, потому что нам уже будет своей оперативной не хватает. Может быть, мы с вами будем передавать то, что в фантастике написано как телекинез, может быть, это просто будет инструментально решено на уровне каких-нибудь микроэлектронных радиопередающих систем. Мы с вами этим будем пользоваться. Это будет очень компактизировано, и мы с вами с этим будем жить внутри. Возможно. Может быть, и так. Сергей Геннадьевич абсолютно прав изменится способ получения недоставки информации. А суть информации потребность не останется наверное той же. Айфон был изобретен. Можно я консерватор выступлю? Я думаю, что гораздо более грандиозные изменения произошли 100-150 лет назад. Я как консерватор выступаю. Азбука Морзе и телеграф были придуманы в 1853 году. Это телеграмма. СМСки, которые мы посылаем друг другу, это ведь телеграмма. Просто раньше телеграфист пересылал телеграмму на почте. А теперь мы сами это делаем. Но сам факт, что можно передать сначала по проволоке, а потом в начале 20-го века через эфир передать сообщение в любую часть мира, это 19-й век. Самолет поднялся в воздух в конце 19-го века. Фотография изобретена в 19-м веке. Поезда, это 19-й век, сеть железных дорог, сначала в Англии, потом в Штатах, потом в России гигантская сеть железных дорог. Атомная бомба, ядерное оружие, это открытие конца 19-го, начала 20-го века, ядерное оружие, важнейшая вещь, потому что удерживает мир от глобальной войны, как это было, такой, как Второй мировой войны. Всплеск науки о человеке, это начало 20-го века, физиология, биология, резкий рост продолжительности жизни, обеспеченный новой медициной на базе этой науки. Это все начало 20-го века. И тогда тоже люди думали, вот это да, вот как здорово, какая новая наступила жизнь. Они все умерли. Понимаете? И единственное, что мы хорошо знаем, что мы тоже все умрем. Понимаете? В этом отношении человек не изменился. Дорогие друзья, давайте вот вопрос правого сектора мне можно передать на последний ряд? На ряд. Добрый день, уважаемые гости. Меня зовут Дарья, Республика Татарстан. Сергей Геннадьевич, у меня вопрос к вам. Мы с вами встречались в Питере и разговаривали о том, насколько мощно и круто ворвалось российское движение школьников в жизнь участия в пилотных школ регионах страны. И в прошлый случай, мы растем, масштабы амбиций тоже. Скажите, пожалуйста, планируется ли реализация международных отношений по обмену опытом общественных практик между активистами российского движения школьников и ребятами из других стран? Да, спасибо. Отличный, мотивирующий вопрос. Все зависит от вас. Условия такие однозначно есть. В этом году будет в России проходить Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Я надеюсь, вы это знаете. В октябре, с 16 по 22 октября. Поэтому, если есть такой спрос не только у вас, но и у коллег за рубежом, то, конечно, знаете, когда жил в Нижнем Новгороде, читал такое сообщение, депутаты городской думы Нижнего Новгорода отправились по обмену опытом в Париж на неделю для общения с депутатами соответственно какого-то из муниципальных районов Парижа. И дальше